Такие слова, как сигнал тревоги в бомбоубежище, в последнее время вошли в жизнь многих людей. Люди с сахарным диабетом первого типа, принимающие инсулин, отнеситесь очень серьезно к тому, что вам необходимо иметь с собой, спускаясь в бомбоубежище. Ведь вы не знаете, сколько времени вам придется там быть – полчаса, день или несколько недель. Не рассчитывайте, что если вы не будете кушать, то вам инсулин не нужен и наоборот. В стрессовых ситуациях сахара на ровном месте могут подниматься до отметки 18 ммоль на литр и больше. Поэтому, если не получается успокоиться и уровень стресса зашкаливает, принимайте любые успокоительные средства, что есть под рукой. А теперь попробуем собрать необходимые вещи для диабетика на инсулине в дополнение к тому списку, что рекомендован для всех граждан. Первое. Положите в карман карточку больного с сахарным диабетом, где указаны дозы инсулина, телефоны лечащего врача и родственников. Второе. Инсулин, шприц, иголки берем на максимально длительный срок. Третье. Не забывайте про дезинфицирующие средства. Четвертое. Сахар желательно в одноразовых упаковках по 5 грамм, но если нет, берите любой. Пятое. Глюкометр с запасом тест-полосок и или тест-полоски для определения сахара в моче. Из еды. Сначала питаемся по возможности правильно. Сканируйте ситуацию. Вы не должны остаться без еды. Не стесняйтесь объяснить окружающим проблему. Здоровые могут поголодать, а вы нет. По мере заканчивания продуктов аккуратно переходите на запрещенные, так называемые, для диабетиков продукты, желательно промышленного производства. Там указано количество углеводов. В последнюю очередь подключайте сахар, пробуя удержать глюкозу в крови на уровне 10 ммл, но не прекращайте колоть инсулин. Как можно чаще проверяйте сахар на глюкометре. Распределите тест-полоски так, чтобы вам их хватило. К сожалению, цены на них сильно выросли в последнее время, и если у вас проблемы с глюкометром или нет запаса полосок к нему, попробуйте хотя бы достать тест-полоски для определения сахара в моче. Примерно после сахаров 9-10 ммл полоски начнут зеленеть, так как почечный порог для глюкозы крови составляет 8-10 ммл. Выше этого уровня почки пропускают глюкозу в мочу. Ориентируйтесь по цветовой шкале. Это лучше, чем ничего. Держитесь и помогайте друг другу. Продолжение следует...